Всем привет! Уже все успели оценить, да, какие у нас холода на улице пошли? Что зима у нас настала, наконец, к крещению. Я успела оценить, и честно, я не люблю холод, для меня это просто трагедия, поэтому такое состояние... Так, что же делать, что же делать? Ну, наверное, пора заняться какими-нибудь активными видами спорта. Но у меня посетила совсем другая такая, скажем, головная боль, это завести кошку, потому что после того, как я стала жить сначала одна, потом с мужем, у меня не стало животного. То есть, в детстве у меня была кошка персидская, а потом я осталась без животного. И, ну, знаете, все-таки животное это уют, наверное, это такое, не знаю, воспитание какого-то маленького-маленького пушистого комочка. Ну, это живость, это какой-то позитив постоянный дома. А еще у меня дома все время что-то скрипит, поэтому можно сбрасывать все на кошку. Ну, в общем, короче, это такое, знаете, себя обезопасить, порадоваться, ну, как-то хочется. Вот. Но я запуталась в породах абсолютно. Запуталась, хочу ли я породистую, или метиса, или вообще беспородистую. Ну, хотя, наверное, этот вариант все-таки отметается. Вот. Ну, в общем, метиса или породистую, и какую породу, потому что есть необычные бесинцы, которые там к людям как к собаке относятся, такие котопсы. Вот. Есть там гордые британцы, и т.д. и т.п. И, в общем, я пропала в них. У вас есть какой-нибудь, если домашнее животное, ну, в смысле, кошка, то вы мне расскажите, какая порода, и там, ну, не знаю, за что вы любите вашего чуда. Ну, это так, разговор мимо парфюмерии. А теперь о парфюмерии. И сегодня я хочу вам рассказать о аромате от марки E.T. Libre d'Oranche. Уже рассказывала про эту марку. Аромат называется «Не делай мне больно». А, «Не пойми меня неправильно, детка». И дальше небольшое добавление. Возможно, я его покажу на видео. Вот. Потому что, на самом деле, официально нигде не заявлено. Это дополнительно маленькая фраза, которая указана вот здесь. Я вам сейчас покажу вот так вот. Ну, наверное, не знаю, видно вам или нет. Но, в общем, она написана аккуратненько и как бы... Но, провокационно, да. О марке. «Свободная оранжевая республика» уже рассказывала, не наверное, рассказывала вам в видео, которое делала вот на это аромат архив 69. Этьен Дисвард, гениальный парфюмер, который начинал с работ над ароматами для животных. У него было для кошек и собак ароматы. Он уже стал известным. И ему было не так уж и сложно захватить новую публику. Открывая свой магазин на улице архивов 69, то есть это вот как раз название парфюма, открывая свой магазин, он уже понимал, что наверняка люди знают о нем. И люди действительно о нем знали. И он сказал, что все, что было до этого в парфюмерном мире, это все фигня. Вот сейчас начнется прям жесть. И началась жесть. Вот. Разверзость небеса. И, в общем, он решил делать ароматы, которые ближе к природе. Но если я говорила до этого об аромате марки страна басков, сады Будды, где ближе к природе, это означает ближе к матушке природе, где деревья, да, трава, я не знаю, там что-то еще, то здесь ближе к природе имелось в виду к человеческой природе. То есть он имел в виду все наши потаенные грехи, желания, все наши пошлые, похотливые мысли и так далее, и тому подобное. В общем, названия марки говорят сами за себя. Такие названия, как Путаново дворце, как там что-то там еще у нас было. А, секретные выделения, девственницы Тореадоры. Ну, в общем, знаете, вот вы открываете это, скажем так, название, список, и вот вас просто повергает, что, как это должно пахнуть, да, как, что это вообще. И вот тогда действительно вы, ну, начинаете как бы задумываться о покупке. Но это немного позже. Сначала я расскажу конкретно об аромате, да, о марке я вам немного рассказала. Теперь конкретно об аромате. Название его очень такое, скажем так, опять же, провокационное, повторюсь. Но, когда мы говорим конкретно о составляющей композиции, то есть о том, что там, например, в составе, да, то есть это аромат, не который пирамидой строится, как многие ниши. Ароматы марки Телли Бордо Оранж строятся не композицией, а общим списком. Нет у них базы, сердца, головы там. Как оно все выплывет, так и выплывет, называется. Здесь есть жасмин, здесь ландыш, какао, пачули, мускус и все... А, еще апельсиновый цвет, вот, да, хотела сказать. Потому что апельсиновый цвет я не очень люблю. Вам нравится апельсиновый цвет? Мне вот нет. И я его, ну, не чувствую практически. Но суть ни в чем, да. Вот такой аромат, казалось бы, с историей, ну, история там на сайте есть, значит, там человек, там мужчина едет в машине, там сажает девушку, в общем, ночью все дела, они едут, останавливаются. И она такая, не пойми меня, неправильно, детка. Вот. Должно быть что-то такое там яркое, сексуальное, да, там девушка привлекает, там она такая роковуха. И потом оказывается, что она такая его оттолкнула. Этот аромат о ландышах, о ландышах, потому что на самом деле из всего вот этого состава звучат только ландыши. Звучат они настолько чисто и красиво, что на фрагрантике вы увидите отзывы, что это просто диориссимо от Dior. Не скажу честно, что это так и есть, потому что для меня диориссимо более тяжелый. Здесь все-таки чем-то так разбавили, что, наверное, он полегче. Просто вы ожидаете от этого аромата другого. Еще он чем-то напоминает, вот эти ландыши становятся легче, и эта легкость придает ему более синтетический оттенок. И, наверное, это напоминает мне аромат от URM Latex. Потому что в этом аромате есть такое холодное звучание винила, если вы понимаете, о чем я говорю, такое звучание пластика. Вот это как раз здесь и есть. Ландыш и пластик – это то, наверное, что отличает ландыш на легкой стадии звучания. То есть, когда в диориссимо это уже ландыши, постоявшие в вазе, и они от этого более плотные, маслянистые такие, и более цветочные, то когда ландыш молодой, его аромат издалека может напоминать аромат винила, аромат латекса, то есть вот такой вот холодный какой-то звучащий такой аромат. И это действительно о нем. То есть, когда я нанесла, я такая, вау, я купила такой парфюм. А когда я нанесла, мне сказали ландыши, как бы ландыши, ландыши, красота и красота. Вот о чем я хотела сказать, что стоит за этой маркой. Они вообще, ребята, крутые, невероятные. Я не знаю, вот если у вас есть аромат этой марки, поддержите меня, напишите, что у вас есть и как она раскрывается. У них несложные ароматы в очень сложном звучании. Вот это как раз то, о чем мы говорим. Маркетинг играет просто здесь, вот знаете, вот прям, хочется прямо сказать, ребята, вы крутые. Потому что нет в этих ароматах такого замысла, нет там такой, я не знаю, невероятного, что в итоге получается. Один известный аромат секретного деления, да, который должен пахнуть, в общем, загуглите. Чем, по мнению Луки Турина, который мы знаем, самый лучший парфюмерный критик, пахнет просто цветочками. Цветочками и акватикой. А на самом деле должно там пахнуть совсем другими вещами. И многие там некоторых тошнит, врывает. Все это эффект плацебо и маркетинга. Если вы не будете читать названия этих парфюмов, вы, возможно, даже, ну, не захотите их приобретать, потому что что-то у нас такое уже стояло. И, в принципе, что-то уже знакомо. Но, если прочитаете, да, хотя здесь и в обратную роль играет. Есть аромат жирный электрик, который пахнет невероятно. Вот я вам советую, это просто булочки, булочки, булочки с легкой такой горчинкой ветивера, да, представляете? Вот ветивер это маслянистое дымное звучание табака, несмотря на то, что это дерево. Плюс мягкая сладость. Получается невероятно странный аромат. Он не гурманненько, он такой прям, ах, не могу сказать. Вот, ну, очень-очень красивый аромат. Ну, кто будет носить жирного электрика? Вот вы мне скажите, а какие сегодня цветы, Наташа, жирный электрик? И все-таки, ах, 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 это что-то такое. Вот. И здесь играет и наоборот. Но здесь играет. Самое главное, что здесь играет, и люди покупают, и люди берут. Вот, что касается флакона, это стандартный флакон. Сейчас, по-моему, если я не ошибаюсь, а, нет, раньше было поинтереснее. На флаконах были нарисованы, может, поинтереснее, может, и пострашнее. Нарисовано то, что там внутри. На секретных выделениях. Да. Вот. Здесь сейчас просто круг с мишенью. Это просто их стандартный значок марки. Подписано название. Телли Бордо Оранж. Приятная крышечка такого, знаете, скажем так, наверное, коричневого и под бронзу оттенка. Просто флакон, квадратные формы. Приятно держать в руке. Мне приятно, когда у тебя собирается небольшая коллекция. Вот в большом, кстати, варианте, видите, тут немножко кружок он какого-то розового цвета. Вот у меня под уже подтеки, потому что подтекал флакон. Не очень красиво, но да ладно. Вот. Вот этот мне больше нравится вариант. Это у меня 50 миллилитров, если не ошибаюсь. Да, это у меня соточка. Вот. Купить сейчас 100 миллилитров на разных ресурсах можно от 5, нет, от 6 евро. От 6 до 10 тысяч. Разброс идет большой в зависимости от того, какой ресурс и как вы ему доверяете, соответственно. Есть 50 миллилитров, 100 миллилитров. Тридцатки, по-моему, не видела. Вот. Марка провокация. Марка с нос крыши просто. Но мне интересно. Жирного электрика я хочу уже в коллекцию. Я, честно, получила пробник и мне очень понравилось. Что я еще хочу отсюда? Ну, наверное, все. Ну, потому что это все очень интересно. Очень. Вот. Если у вас есть ароматы данной марки, напишите мне, посоветуйте. Если вдруг есть такие ароматы, как девственцы Териодоры. Секретное дело не знаю. Что-то еще. Ариен хотела. И Тильда Свиндон Like This. То пишите мне. Напишите, вам понравилось, не понравилось. Что она вообще из себя представляет. И стоит ли брать. Потому что, ну, конкретно в этой марке действительно вопрос. Оставят ли брать, ребят. Вот. Так что подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. Я стараюсь развиваться для вас. И стараюсь делать все более качественно. И по видео, и по содержанию контент. Пишите мне, пожалуйста, что вам интересно. И, ну, чтобы вы еще хотели услышать. А я буду покупать все больше техники, чтобы выглядеть более четкой. Так что подписывайтесь, ставьте лайки. И помните, что мир полон необычных ароматов. И никогда не ограничиваетесь малым.